В этом году по всей России отмечают 350-летие со дня рождения первого русского императора Петра I. К юбилейной дате в зале информационно-библиотечного центра Тверского госуниверситета состоялось открытие выставки «Петр Великий». В числе первых посетителей была и наша съемочная группа. Петр I – выдающийся политик и реформатор. Все преобразования, которые он проводил в России, конечно, коснулись и тверских земель. Петр Великий неоднократно бывал в Тверии за ее пределами. На открывшейся выставке представлена репрезентативная коллекция памятников Петровской эпохи. Документальный и предметный ряд, картографические и изобразительные материалы из фондов Государственного исторического музея. Здесь существует возможность еще раз увернуться к тем знакам, экспонатам, которые дают нам возможность шаг за шагом последить деяния этого человека. А деяния его всеобъемлющие, просто всеобъемлющие. Нет ни одной сферы жизни культурной, политической, военной, государственной, которая бы не коснулась его руками. Кроме того, в экспозиции представлены портреты царя Петра Алексеевича, членов его семьи и сподвижников. Автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов исторического музея. В Тверской области немало достопримечательностей, связанных с первым русским императором. Самое значимое – решение Петра о сооружении Вышневолодской водной системы, канала между реками Цной и Тверцой. Почти полтора столетия до строительства железной дороги Вышневолодская водная система была единственной транспортной магистралью перевозки грузов между Петербургом и Волгой. У нас примерно 70 петровских городов в России. И больших, и столичных, и малых городов. Это и Тверь, и Торопец, и Торжок, и, конечно, Вышневолочок. Этого недостаточно просто знать, что ты живешь в Петровском городе. Важно понять, что это такое Петровская эпоха, почему Россия так чтит, что это для будущего. А это очень много для будущего, потому что Петр сделал действительно невозможный прорыв для России. В преддверии 350-летия со дня рождения Петра I в Верхневолжье создан туристический маршрут «Путь Петра Великого» Тверская область. Он проходит через Тверь и Вышневолочок. Особым вниманием у туристов пользуется в Вышневолочке краеведческий музей, в котором расположена экспозиция, показывающая очень значимую Вышневолодскую водную систему, которая была создана благодаря Петру Великому. В этом году на территории Верхневолжья пройдут соревнования по парусному спорту паруса России. А в июне в исторической части Вышневолочка пройдет бал выпускников под парусом Петра.